Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я сейчас фоном поставлю наш курс, который идет, представлюсь. Меня зовут Завьянова Наталья Геннадьевна, в 1996 году я закончила Санкт-Петербургский государственный медицинский университет и веду прием, коммерческий прием. И с 2003 года читала в учебном центре Афаден все время курс по эндодонсии. Сначала была первичная эндодонсия, потом повторная эндодонсия. Я являлась представителем, обвинен лидером компании «Донсплан» и заскучала постоянно, обучалась. И реставрации эндодонсии уже приелись. Начала учиться ортопедии, потом начала учиться хирургии. На сегодняшний момент у меня три сертификата, я веду смешанный прием, поэтому взгляд у меня такой максимально общий и комплексный. Здесь вот сейчас идет фильм, это учебный центр ЛАКС, где на сегодняшний день я преподаю курс ортопедии для терапевтов. И он больше рассчитан исключительно на врачей-терапевтов, которые хотят выйти за рамки своего привычного приема и хотят начинать заниматься ортопедией. И мы там подробно разбираем показания, противопоказания коронкам, что нам нужно учитывать, обрабатываем на модели, как раз увидите, что за модели, как устроены наши рабочие места, делаем временные коронки, снимаем слепки и все разбираем, как мы фиксируем, и сдача идет на работу под ключ. Вот, смотрите, вот на этих модельках мы препарируем. И сейчас как раз мой доклад посвящен восстановлению зубов на стекловолоконных штифтах, потому что это есть два лагеря среди ортопедов, кто любит исключительно культивые вкладки, кто любит стекловолоконные штифты, но к ним относятся очень пренебрежительно в плане выбора штифтов. Я как-то была в Москве на лекции, не на лекции, на выставке, и смотрю, там штифты продаются чуть ли не на развес, в каком-то тазике, там, килограмм за тысячу рублей. Ну, и со своими коллегами общаюсь, я говорю, ты какие штифты покупаешь? Я говорю, какие-то там тысяча рублей, десять штук. И ты понимаешь, что, конечно, ортопеды, когда к ним попадает зуб восстановленный на стекловолоконном штифте, они находятся в некотором недоумении, потому что они не понимают, что под этим кроется, на какой цемент его поставили, чем восстановили, насколько была соблюдена технология и какой вообще штифт применяли, потому что сюрпризов может быть масса. Если вы сами вели терапевтические приемы и пытались извлечь стекловолоконные штифты, то вы знаете, некоторые берешь просто с калером, он вылетает, соответственно, он был не приклеен, некоторые начинаешь разрушать, он как спичка махарит свой и разрушается, соответственно, он некачественный и неплотный и дает плохую ароматизацию, а некоторые ты просто, они монолитно биты в канал, и ты думаешь, зачем ты вообще сюда полез? Потому что ты уже разбабахиваешь весь корень, там от зуба уже ничего не остается, но уже дело начато, надо заканчивать, потому что тебе извлечь его возможно только механически. Поэтому, когда мы с вами проводим лечение зуба, вот эта картина Сальвадора Дали, мне очень нравится, она демонстрирует, как такое, что эндодонти и вообще лечение зуба – это бог в мелочах, то есть такая круговая порога, все связано. Если вы взяли через четырехканалный зуб, прошли там три канала, идеально запломбировали, но не прошли еще один канал – это не успех. Если вы их все прошли, но плохо запломбировали – не успех. Хорошо запломбировали, но сделали некачественную постэдодонтическую реставрацию, то, соответственно, тоже это приводит к провалу. И имплант мы с вами поставить всегда успеем. У нас два лагеря, есть, конечно, доктора, которые вообще уже зубы ненавидят и не любят их препарировать. Говорят, давайте удаляем, ставим имплант, все надежнее. Сейчас уже пошла фишка, что все на четырех, даже на верхней челюсти, хотя раньше это считалось вообще неприемлемым. Но это процесс, такие, конечно, в современном мире происходят. И вот демонстрация случая, как я пациентке, еще давно, будучи даже студенткой, лечила периодонтит. Мы видим здесь стадию заживления, мы видим, что у нас все зажило, мы видим, что отдаленно это все тоже хорошо. Но на сегодняшний момент этого зуба нет, потому что не был установлен штифт, зуб не был покрыт коронкой и просто-напросто произошел скол. Скол произошел ниже уровня весны и пришлось его удалять. Сейчас там стоит имплант. И вот как раз немного еще презентация своего курса, когда мы докторов выводим из зоны комфорта, приводим в порядок все их сомнения и вопросы, и из начинающих ортопедов, делаем их махровыми ортопедами, и вот что мы там разбираем. И обоснование к покрытию зубокоронкой, что необходимо учесть, клиническая высота, наличие ферлы, как восстанавливаем зуб после лечения. И вот этот блок как раз мы сегодня с вами разберем со всеми нюансами, потому что я восстанавливаю на стекловолокне с 2007 года. Потому что когда я закончила на кафедре МАПО ортопедический цикл, стоматология получила сертификат, речь шла только о культивой вкладках. Мне как терапевту это, конечно, прийтило, потому что нужно было снимать, убирать очень много своих тканей зуба для того, чтобы сделать культивую вкладку. Ты, у тебя от зуба осталось достаточно много, ты потом вообще все в хлам убираешь, ничего от зуба не остается, только культивая вкладка и все. И я искала все возможные пути, но было много сомнений по штифтам. И когда я нашла систему, которая ответила на все мои сомнения и разрешила все вопросы, то, соответственно, я стала применять эти штифты. Была вот так же на лекции, вот как вы сейчас здесь находитесь, только на выставке. И там итальянский доктор показывал, как у него отдаленный результат десятилетней давности, причем мост был такой очень критичный, круг 7, и как было восстановлено вот это все с помощью тестов и сделан мост, и, соответственно, просто все стоит, работает и все замечательно. Покрывать зубы коронкой, разумеется, нужно, либо хотя бы делать веставрации с перекрытием бугров, потому что вот эта трещина, непокрытый зуб коронки, казалось бы, полностью сохранной, но это все приводит в будущем к расколу, к удалению этого зуба. И, конечно, в таких случаях это просто минимум-минимум, на самом деле их великое количество, их очень много. И пациенты говорят, там мне не говорили, если бы я знала, что мне нужно будет покрыть коронку, я бы обязательно это сделал. Но, к сожалению, не сразу до них это доходит. И порой восстановить просто реставрация, это, конечно, невозможно. Но прежде, чем поставить коронку, необходимо восстановить основу, каркас зуба. Но не всегда это возможно. Вот этот слайд я взяла с курсом Ильи Фридмана, когда обучалась у него имплантации. И он показывает, что пациент к ним пришел, потому что сам пациент засомневался, что ему предлагали сделать мастовидную конструкцию, используя вот этот зуб. И вот такой протяженности, где у нас нету вообще уже никаких тканей выше уровня десны, нету ферулы, нету за что держаться. И, конечно, там пошли тем, что зуб удаляли или ставили импланты. Ключевым для восстановления зуба являются свои ткани зуба выше уровня десны, которые вот сейчас это называют ферул эффект, эффект обруча. Есть много различных названий, но, в принципе, чаще всего это ферул эффект. И если у нас 2 мм выше уровня десны, и если после припоровки у нас хотя бы миллиметр толщины, то это идеальная ферулла. И то, что бы вы сюда не установили, по большому счету, несут не принципиально важны, потому что просто будет являться армированием и каркасом. Но когда у нас ферулы нет, когда идут вот эти компромиссы, тогда это приводит к расколам, к трещинам корней, к переломам корней, ключевым, прежде чем вы решаете зуб оставить, сохранить, вы оцениваете, что от зуба сохранилось и осталось. Когда ферулы нет, по своему опыту скажу, ставишь культивую вкладку, вот раньше, как мы делали, разборные культивые вкладки. Мы всегда вызываем пациентов на диспансер. Я все время в одной клинике в Джулио работала 15 лет. То есть вот эту ротацию пациентов ты видел, к чему приводит твоя работа, что происходит отдаленно. И, соответственно, через 4 года, в лучшем случае, расцементировка, ты цементируешь опять, говоришь, это подготовка к имплантации. Раз уж конструкция есть, есть, я это называю продление жизни конструкции в полости рта. Устанавливаем, но пациент морально начинает готовиться к имплантации. Поэтому мы как раз на этом курсе все подробно разбираем. Ферула, как мы ее оцениваем, когда мы работаем, вот к чему приводит, если ее нету. Говорим о хирургическом удлинении коронки, разумеется, соблюдая принцип биологической ширины. Если мы с вами пытаемся взять и продлить глубже коронку, то, соответственно, мы должны отслоить тесну и убрать кость. И соблюсти 2 мм между окончанием коронки и костью. Если мы это не соблюдаем, то у нас с вами будет развиваться гингивит, и у нас здесь будет такой синюшний сосочек, заданный сосочек, воспаленная все время десна. И когда ты делаешь манипуляцию биологическое, вот это удлинение, хирургическое удлинение коронки, это просто эффект на кончике иглы. Просто ты, когда выполнил это, убрал кость, то есть сохранил вот эту биологическую ширину. На следующий раз, когда приходит пациент, на снятие уже шло. Десна великолепна, контуры фистончатые, и все прекрасно. Ну давайте, ради чего мы здесь собрались, как восстанавливаем зуб после додонтического лечения. Рекомендовано установление штифтовой конструкции. Зачем? У нас мало ткани остается. Мы хотя бы за счет еще тканей корня приклеиваемся, потому что у нас уже мало что осталось от коронковой части. И плюс перераспределяем нагрузку на корень, чтобы зуб функционировал более гармонично. Не всегда это нужно. Вот, например, у нас каким-то образом пришло депультировать вот этот зуб. У нас великолепное количество своих тканей, у нас шикарная ферла, все замечательно. Но сюда можно штифт не ставить. Но при условии, что этот зуб одиночный будет стоять и отвечает сам за себя. Если же это будет опора мастовидного протеза, вот пример из моей практики. Пациент проходил 10 лет с этим мастовидным протезом и приходит с обломанными шейками, а это зубы специально депульпировались для изготовления мастовидного протеза. Сейчас вам это может быть кажется диким, но когда еще имплантация была не очень развита, был у нас такой подход. Приходит пациент, зубы со всеми депульпируются, потому что и проще потом препарировать, и примерять, не нужно сделать анестезию, не боишься перегреть пульпу. Поэтому были расширены показания к депульпированию зубов. Депульпировали, но тканей много, чтобы сделать вкладку, приходится все сносить, потому что вкладку так не зафиксируешь. И соответственно, ну оставили, думаю, ну жалко. Но пациент вот проходил 7 лет. Логично предположить, что если бы была какая-то конструкция штифт, который бы соединял коронковую часть, как раз у нас шейка же становится самой тонкой, да, самое вот, что ее может там у шейки сломаться и обломиться, нам нужно ее армировать, нам нужно уплотнять, и плюс перераспределяет нагрузку в корень, то это было бы, и конструкция еще находилась до полости рта. И самыми удачными для этого на сегодняшний момент являются стекловолоконные штифты. Но стекловолоконный штифт должен быть качественным. Я этот слайд очень давнишним, может быть сейчас, компании, которые производят эти штифты, все изменили, все что-то там улучшили и так далее, но хороший качественный штифт не может быть дешевым. Он стоит буквально один штифт на сегодняшний момент, но минимум 500 рублей, но вообще по тысячу, когда штифты ДМД, они уже там где-то по тысячу идут. Но сейчас может быть еще больше, потому что курс меняется, понятно, что все не стоит на месте. И когда я была на курсе у Ермилова по стекловолоконным штифтам, он говорит, первое, что вы должны сделать, взяв штифт в руки, попробовать его сломать. Если он у вас ломается в руках, то это же не штифт, его просто берете и выбрасываете. Он не выполняет, это просто спичка, он не выполняет своей функции. И опять же я повторюсь, да, сами знаем, что штифт может махриться, да, и штифт может сломаться. И если смола интегрирована туда очень плотно и хорошо, волокна направлены правильно, то это замечательный штифт. Вот, пожалуйста, штифты, бывают, у которых там вообще ни смола не интегрирована. Вот как раз он, скорее всего, с калером будет как спичка рассыпаться и махриться. И когда я нашла полную систему, которая отвечает на все мои вопросы, первая моя система, это была система Дэнсплай, но она уже лет 10 или меньше вышла, ушла с нашего рынка. Но что это было, и вот у системы Дэнджи аналогично, там у нас находится адгезив. Вот вы сейчас возьмете, вот, кстати, вы же смотрите логично, вот возьмете любой показательник цемента, цемент фиксация коронок, там виниров, еще что-то, и в том числе, скажем, штифтов. И никак не описано, и многие предполагают, предполагают, что ты взял штифт, вот этот цемент окунул, поставил его, зафиксировал. Но вы, как терапевт, понимаете, вы же пломбу вот берете, препарировали кориозную полосу, вы же не ставите просто так материал и все. Вы травите, вы наносите адгезив, вы это все приклеиваете, и тогда это будет монолично, монолитно, прочно связано с тканями зуба. Соответственно, начинается вопрос, хорошо, я протравлю, я нанесу адгезив светового отверждения, он там не просветится, да? Я нанесу цемент, если светового отверждения, он там не просветится. И вот очень часто были, вот, штифт, он проводит свет, он все засветит. Логично, что должна быть другая адгезивная система. И когда мы применяем с вами штифты, у нас должна быть адгезивная система двойного отверждения. Светить ее не надо, даже наоборот. У нас цемент, на который ты фиксируешь, должен быть двойного отверждения. И чем хороша вот эта система и вот эти кор-цементы, они наполнены, вот если брать люксакор, он есть люксакор Z с цирконом, они макро-наполнены, и ты, получается, на этот цемент. Фиксируешь штифт, этим же цементом восстанавливаешь культюн зуба, и нету нижних промежуточков вот такой на розы фиксировал, потом чем же мне теперь еще восстановить лишний раз, травить каким-то материалом. Не нужно пытаться что-то взять от одного, что-то взять от другого. Это полноценная система, которая берет с тебе штифты, к ним развертки, цемент двойного отверждения, адгезив двойного отверждения. И сейчас вот я была, как раз подошла к стенду ARCO, который здесь есть, там представлены как раз штифты, которыми я сейчас работаю, и у них уже тоже появился адгезив двойного отверждения, потому что раньше был только самотрав. Самотравы вообще старайтесь не использовать, это вот, ну, по своему опыту скажу, это как бы их воодушевленные не рассказывали про них, там про Олбон 2, один раз уже все-таки попыталась, пошла на поводу, но потом все эти пломбы реставрации просто-напросто переставляются. Вот, поэтому адгезив двойного отверждения, цемент двойного отверждения, и должен быть он лучше наполненный специально для культи, и когда вы его препарируете, вы его препарируете как свои ткани зуба. Просто-напросто, как бы никакой разницы между эмалью и дентином, потому что он очень прочный и надежный. И на сегодняшний момент прям вот такую коробочку вы купить не купите, да, но потому что уже нету в такой расфасовке все по отдельности, но просто вы должны понимать, что у вас должен быть адгезив двойного отверждения, цемент двойного отверждения специально для этого, и им восстанавливать. Штифты, обычно хорошие штифты, они предварительно силамизированы. Что такое силат? Это специальный такой, ну скажем, как грунтовка, связывающий агент между чем-то керамическим и чем-то композитным. Вот чтобы приклеилась керамическая матрица, вот типа волоконного штифта, к композиту, цементу, то их силонизируют. Если же сомневаетесь, не знаете, силонизированный штифт или нет, и не можете найти информацию, то вы можете приобрести отдельное село и, соответственно, им покрывать. Он прозрачный, он как водичка, и нужно дать обязательно экспозицию 60 секунд. Штифты, как правило, нескольких размеров есть. Три размера, это более чем достаточно, узкий, средний, широкий. И что хорошо в стекловолоконных штифтах, что у них модуль эластичности максимально приближен к дентину. Вот представьте теперь, что у вас в области устья находится штифт, который, можно сказать, а-ля дентин. У вас суп становится более прочный, там не пустота, там не композит, там не бутаперча. Вот, и если берем компанию ТМЖ, то у них адгезив вообще пошел таким путем, у них трехбутылочный. Есть сначала такой прибонд, который как типа грунтовочный агент, после того, как вы протравили, вы наносите его. А дальше есть две бутылочки, которые всегда адгезив двойного отверждения, это две бутылочки. Что-то двойное должно быть, да. И вы капля-капля перемешали, и у вас получается вот он. Делать это нужно максимально, ну вот сейчас ставите, да, вот тогда замешивает ваш ассистент. Потому что если вы это заранее сделаете, он просто затвердевает. Это нужно понимать. И нельзя его вносить прям в лужи большим количеством. Нужно обязательно потом эндобрашем все это промакивать, убирать. Потому что, опять же, он там застынет в канале вот такой вязкой такой жижи полугелевый. И вы потом никакой штифт туда не установите просто-напросто. Потому что займет вот этот, наполнит адгезив. Сила сцепления, то, что вся такая великолепная, замечательная, хорошая, замешивается и вносится в канал специальными эндобрашами. Они есть в свободном доступе, спокойно их можно купить. Вот. Я пользуюсь эндобрашами CleanSafe. И если прям вот у них иногда будет нет эндобраши, можно взять самый суперсмол размер, то, в принципе, в канальчики они тоже будут достаточно хорошо вноситься. Всегда втирайте, всегда вносите. Вот цемент, да? Вот цемент в расфасовочке его, вот конюлечки. Первая порция всегда, когда мы используем вот такие формы материалов, будь то слепочная масса, будь то материал для изготовления временных коронок, вот там цемент, какой бы ни был, всегда первая порция уходит в никуда. Вы ее чуть-чуть выдавливаете и, соответственно, только потом работаете. Делать это нужно один раз, самый первый раз перед использованием. И вот когда я купила случайно люксакор без буковки Z, без циркона, то, конечно, разница чувствуется. Когда вы начинаете препарировать, то он более мягкий, он по типу ветримера, когда вот вы препарируете, и как вот ветример мягкий легко можете попасть в культю и деформировать, то здесь, соответственно, есть такой момент, когда люксакор Z, это прочнее и это важно. И смотрите, какой плюс у нас с вами восстановлены только отсутствующие ткани зуба. У нас сохранено максимум от ткани зуба. Соответственно, чем больше сохранено, тем лучше у нас с вами будет эффект. И получается, все такое монолитная конструкция, запломбировано, никаких лишних этапов нет. Просто я когда была на одном из курсов по ортопедии, и лектор спрашивает у докторов ортопедов, говорит, а вам интересно послушать, как восстанавливаются зубы после лечения? Он говорит, да, и там пошла такая каша, и он и про анкера, и про штифты, и про вклад. И я, говорит, фиксирую там чуть ли не на текучий композит. А потом-то восстанавливаю вот это, что получается, что намешано, когда уже все придумано, ну там три этапа, подготовка, штифт восстановил, раз, два, три, все специально сделано. И я вот уже с 2007 года где-то я на стекловолоконных штифтах, и никаких проблем с ними, с расцементировкой. Нет, бывает там иногда расцементировка, но когда там нету ферру, когда зуб перегрушен, ну это обычно пожилые люди, там три зуба осталось, съемный протез держит, съемный протез проседает, они удалять не хотят. Ну то есть это идет такой компромисс на поводу у пациента, ты понимаешь, что ненадежная ситуация, он тогда, конечно, может расцементироваться. А в своем опыте могу сказать, что опять же, как ортопед взяла, пришел к пациенту, уже зуб восстановлен на стекловолокне, я делаю небольшой масторитный протез, и через год, она также приходит в руках, штифт сломался у устья, просто-напросто. Это говорит о том, что штифт был некачественный. Отсюда и ноги растут, что ортопеды не любят штифты стекловолоконные, когда не знают, кто их поставил, если не в их клинике. Есть некоторые вообще, там, стекловолоконные, ненавидят стекловолоконные штифты, ничего кроме культивных вкладок не признают. Но на самом деле это очень хорошая вещь, и если вы, тем более, терапевты, вам это вообще близко тема, взять и установить, вы владеете всеми этими адгезивными техниками. Но сейчас вот поэтапно, технология восстановления. Убеждаемся, что нет риска ленточной перфорации. Для установки штифта всегда берется прямой канал и максимально широкий. Не нужно ставить штифты в три канала, если это трехканальный зуб. Берем дистальный, берем нёбный, потому что если мы будем использовать щелчные каналы, медиальные каналы, мы глубоко не поставим штифт. Мы зайдем чуть-чуть, вот такое направление дадим, и это чревато, наоборот, переломом корня, когда штифт поставлен неглубоко. Чуть дальше у меня будет как раз наглядный пример вот этого моего высказывания, что неглубоко поставленный штифт и приводит к перелому корней. И вокруг зуба почему должна быть кость? Если вы неглубоко подставите штифт, и у вас костью не подкреплен он, как будто бы нету вот этой эфирового эффекта кости, как он закрывает, то у нас разница двух сред, окончание штифта, начало кута перчи, висит в воздухе. Здесь всё время скапливается напряжение. Артентин у нас обладает вискоэластическими свойствами. Он накапливает это напряжение, накапливает, накапливает. В один прекрасный момент формируется трещина, потом перелом, и приводит это к расколу зуба. Поэтому, если вы вдруг видите на КТ, на сагитальном среде, штифт поставлен буквально в густевую часть. Он вообще тут не выполняет никакой функции. Просто поставлю и грешку поставлю. Взят ещё такой широкий. Вместо того, чтобы использовать нёмный корень, да, взят щёчный неправильный. Неглубоко поставлен. И нужно рекомендовать пациенту обязательно переустановить. Это именно по причине, что может треснуть. И это вот, пожалуйста, пример. Клык. На орто ничего не видно. На прицельном снимке мы видим глубоченный кормак. Снимок через свищ с гута перчей. Выясняется вот такой огромный корень, огромный зуб. Раскололся при том, что пациентка не бруксистка, и у неё все остальные зубы полосырта. Он не перегружен. Это как бы было обнаружено даже случайно в конце лечения, потому что свищевой ход не был такой прям выраженный. И только из-за того, что чуть-чуть увидела гной, стала выяснять, что откуда идёт. И, разумеется, удаление и там уже имплантация. Диаметр штифта должен быть минимально достаточный. Не нужно стараться сделать шием. Просто вы обработали, сформировали канал. Развертку, уже сформированную часть убрали и установили. Штифт ставится где-то в соотношении 50 на 50. Длина развертки у нас где-то 9-10 миллиметров. Если вы на глубину развертки пройдёте, то этого будет достаточно, потому что коронковая часть у нас даже в центральном резце где-то 10-11 миллиметров. Но в центральном резце вы глубже и так пройдёте. И когда распломбироваете, старайтесь не распломбировать очень глубоко. Нужно обязательно в апексе оставить 3-5 миллиметров. Ну вот это как раз распломбировываем. Штифт у нас предварительно силонизирован. В идеале использовать всегда изоляцию. Травим всё как обычно. Я беру ещё эндопрошек обязательно, травлю канал. Всё тщательно очищаем эндопрошеком, просушиваем. Потом проводим адгезивную подготовку. Сначала вот этим прибондом. Если вы работаете этим бондом, если не этим, то просто берёте бонд двойного отверждения. Смешали капли-капли. Начинаете втирать. Всё максимально высушиваете, не светите. И берёте ваш цемент, вносите цемент в канал, устанавливаете штифт и заполняете всю оставшуюся часть тоже этим цементом. Не светите. Я жду рабочее время 4-5 минут, потому что когда я стала светить, у меня произошёл отрыв. А если начинаешь частями, внёс, светишь, то у тебя начинает уже застывать вот эта часть, ты не можешь потом до конца это всё внести. Всё, обработка завершена. У нас ключевым является феррулэ. Вот ещё несколько примеров. Так. Если мы не можем поставить матрицу, есть специальные колпачки, но тогда штифт нужно предварительно укоротить, припасовать, понять, чтобы вы колпачок смогли надеть. Так я штифт предварительно не укорачиваю. Ну и вот тоже примеры, как работают ранее поставленные штифты. Мы даже не стали лезть туда, что-то перелечивать. Хватчётка видна феррула. Штифты бывают круглые. Сейчас вот я пользуюсь вот этими штифтами. Компания Арком продает овальными. Сколько у нас ещё? Да. Всё. Можно сделать временную коронку. Есть кто любит реставрацию делать? Прямую реставрацию. Это вот доктор, моя коллега, три штифта. Любит всё равно всегда устанавливать, как бы я это ни говорила, что не нужно. И в принципе, большое преимущество по сравнению с культивыми вкладками. Мы не удаляем, мы оставляем все оставшиеся ткани зуба. Не нужно лишний раз снимать оттиск, ставить временную пломбу и риск разгерметизации повторного инфицирования. Дольше время обучения для врача-терапевта. Это уже не современная технология, но главное, чтобы штифты были качественные и система двойного отверждения. А так, принцип такой же. Так что, если надумаете, жду на своём курсе. Вот и культивые вкладки у нас с вами могут расцементироваться, о чём я вам говорила, если нету ферровых. Ближайший будет 11-12 ноября. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok